Было, знаете, такое ощущение такое, что жизнь дает возможность, протягивает, и я, если сейчас от нее откажусь, я могу что-то очень большое потерять. Вот, я лучше сделаю и пожалею, чем я не сделаю и буду думать, что вдруг там было круто. Я работал тренером в одном из достаточно престижных клубов города Красноярска. Без ложной скромности скажу, что я была, наверное, одним из самых высокооплачиваемых тренеров среди женщин в коллективе. Приехал Роман, Марина, у тебя лежат деньги под ногами, которые ты не собираешь. И вот это, наверное, был такой, ну, это, видимо, та фраза была, которую мне нужно было услышать, чтобы я вообще в целом задумалась. Меня муж очень хорошо подбежал, очень здорово, и два вопроса от моего мужа, они как бы привели меня к тому, что я приняла предложение. Муж меня дома спросил, говорит, ты, если не будешь заниматься этим бизнесом, ты будешь употреблять эту продукцию? Я говорю, да, мне понравилось, она говорит, классная. Он говорит, окей, а что ты теряешь, если у тебя не получится? Я говорю, ну, 250 рублей, это чашка кофе в тревелерсе. Он говорит, ну, как бы. И вот с этого момента, в общем, все и началось. Я долго пыталась совмещать деятельность, но наша работа в сетевом, она, во-первых, это свободный график. Всегда априори ты сам себе строишь. А в фитнес-клубе я не могу построить себе график, я завишу от своих людей, от своих клиентов. Я в феврале просто сделала выбор, я написала заявление и ушла. Вот, потому что доходы примерно сравнялись на тот момент. Тысяч 40-45 в месяц. И я понимала, что выше головы в клубе я не прыгну и больше я заработать не смогу. А здесь я смогу заработать больше и при меньших временных затратах. В Siberian Wellness я пришла на машину. Это прям, я всегда говорю, я пришла на машину. Вот, на самом деле, ну, брендированный автомобиль – это гордость. Это гордость, это статус, это кайф от обладания абсолютно новым автомобилем из салона, который ты пришел и выбрал. Тот, который ты хотел, а не тот, который ты мог себе позволить. Я в Барселону влюбилась вообще совершенно. Это вообще сказочный, потрясающий город. И это было очень здорово. Мы приехали туда, это март, и это не туристическое время совершенно. Это очень кайфово, когда ты в 7 утра завтракаешь и уходишь гулять по пустой Барселоне, не забитой туристами. Это вообще волшебно, очень классно. Я очень хочу вернуться и на подольше, и опять не в туристическое время. Это вот та свобода, к которой я всегда стремилась. Я очень люблю офисную работу. Для меня очень тяжело приходить в 9 утра, в 6 уходить. Это вот все по распорядку. А если там еще дресс-код есть, это можно просто все сразу же. Черный низ, белый верх – это ужас. И мне хотелось именно вот этой свободы. Компания всегда дает практические инструменты. Их нужно просто брать, идти применять, и все. Люди здесь обучаются. То есть это обучение, это мотивация, это истории успеха и практические навыки, которые не делятся лидеры. Ну это прям все. Потому что оно всегда, взрыв очень большой. Когда ты приезжаешь с события, взрыв товарооборота, взрыв роста и новых квалификаций, он всегда есть в команде. Инстаграм – это моя основная сейчас соцсеть. У меня люди оттуда идут. У меня любимая доля людей, которые в команду пришла, это пришли люди оттуда. Моя работа сейчас вообще, она вся заключается конкретно только в людям. Я нацелен на бизнес, потому что если я замотивирую человека и найду человека, который замотивирован, да, и я его поддержу, то я начну расти быстрее. Если ты хочешь в конце жизни оглянуться назад и понять, что ты прожил кайфовую жизнь, крутую, и у тебя масса впечатлений, и ты уходишь без сожаления, тогда нужно что-то пересмотреть и нужно прийти ко мне, я тебе расскажу, как вообще все сделать и как прийти к этой свободе. Вот чтобы не сожалеть, нужно искать те возможности, а у нас они есть в Siberian Wellness, эти возможности есть, чтобы самому управлять своей жизнью. Это очень большая ценность. Продолжение следует...